Простите, пожалуйста, тут, как всегда, звонки сбивают связь, и вернуться я не могла. Пыталась на тот эфир вернуться, но YouTube нам не дал этой возможности. Пришлось совсем закрыть, и я сейчас вот опять снова с вами, и вы подтягивайтесь, пожалуйста, ко мне. Сейчас я коротко тогда напомню, о чём мы говорили в первой части нашего эфира. Может быть, кто-то не видел первую часть и подтянется только сейчас к нам, поэтому мы коротко с вами напомним, и дальше будем решать эту задачу, которую мы начали в первой части эфира. У нас с вами была задача, когда натуральная база шестёрка с 1 на 30%, желание 8,1, и длина по полотну. У нас с вами неравномерное окрашивание полотна, 7,3, 8,3, 10,3. То есть наше полотно переходило, корни отросли, это 6, у нас уровень с 30% седины, дальше было окрашивание у нас с вами на 7,3, дальше было окрашивание 8,3, а дальше у нас уже 10,3 на самых концах, это либо остатки осветления, которые были, либо она переходила из всё-таки светлого в тёмный цвет. То есть причина может быть разная. Мы с вами разобрали, как красить седину, мы с вами разобрали, как красить 8,3, и 8,3, 7,3, и 8,3, и как красить 10,3. В первой части мы с вами всё это записали, я надеюсь, всё у вас на бумажке есть, потому что сейчас мы должны из этих четырёх рассмотренных наших пунктов, первый пункт это окрашивание корней, да, какой оксид, какой краситель мы должны взять, второй пункт это у нас с вами 7,3, то есть что мы с вами для этого сделали, третий пункт 8,3, это что у нас с вами для этого мы взяли, что мы сделали, и 10,3, вот 4 пункта. И теперь давайте с вами подумаем, глядя вот на вот это всё, что мы с вами определили, да, 4 пункта, какой из этих пунктов мы должны сделать первый, да, вот у нас первое окрашивание корней, второй пункт у нас 7,3, 8,3, 10,3, да, это всё у нас идёт последовательно по полотну. Вот скажите, пожалуйста, что мы должны сделать изначально, какой из этих пунктов мы сделаем в первую очередь, какой сделаем во второй, какой в третью очередь? Что нам надо с вами и как это нам решить? Напишите, пожалуйста, кто со мной, по логике давайте с вами разберёмся, хотелось бы просто услышать вас. Напишите, какой пункт у нас будет первый, какой второй, какой третий, какой четвёртый, а может быть будет там всего три пункта, может быть ещё что-то. Давайте с вами решим. Так, ну вы уже подтягиваетесь и давайте тогда, я поняла, вы мне ничего не пишите пока, я тогда вам начну говорить дальше. Значит, мы с вами подсняли цвет здесь, используя спецблот либо аммиачный корректор, подсняли цвет здесь, используя, да, опять же, вот этот же краситель, который у нас был здесь. Мы с вами его разнесли, да, через полчаса, ещё чуть-чуть для того, чтобы нам поднялся цвет. Вот, ага, отлично, да, совершенно верно. И 10-3 у нас с вами, да, что нам нужно сделать? Мы помним, что мы хотели сделать немного предпигментации и затем дальше уже выравнивать цвет. Вот смотрите, совершенно верно, мы начнём не с окрашивания корней, естественно, А мы начнём с вами с полотна, работать на полотне. Первым пунктом, который мы с вами делаем, это мы делаем с вами 7-3, правильно? Вторым пунктом у нас с вами будет, да, это мы с вами будем делать 8-3. Когда мы вот это всё сделали, да, значит, мы должны всё смыть, завершить реакцию, как мы всегда это делаем. И когда мы с вами завершаем, смываем, завершаем реакцию, мы делаем предпигментацию. То есть дальше третьим пунктом у нас идёт предпигментация. Предпигментация, которая у нас вот здесь. Мы с вами делаем предпигментацию. Всё, выдержали, мы с вами предпигментацию где-то там. Смотрите по цвету, да, предпигментация сколько у нас делается. А опять же, кстати, предпигментацию мы каким с вами красителем будем делать? Предпигментацию, чтобы нам выровнять базу, мы можем с вами взять и золотой. Да, спасибо, Людмила. Стойкий краситель, совершенно верно. Мы делаем, да, мы делаем как цветовую баню, да, предпигментацию. Ну, не вспениваем, а предпигментацию, вы помните, мы можем не вспенивать. У нас цветовая баня, она считается окрашивающей, а предпигментацию мы с вами можем не вспенивать. То есть цветовая баня у нас... Издеваются надо мной, извините. Вот сказала всем, не звоните, все равно звонят. А, понятно. Вы знаете, это, как всегда, реклама, да, то есть вот они впаривают что-то, и поэтому нам они всю жизнь мешают. И знаешь, как их заблокировать. На чем я дальше? Мы делаем предпигментацию. Смотрите, вы когда делаете предпигментацию, вы понимаете, что вы должны, по идее, брать золото, да, потому что на восьмерке у нас много желтого. Вы делаете, вы берете там краситель, например, 8-3 или там 7-3, да, все зависит от того, как вы будете разводить, в какой пропорции. Да, то есть вы должны сделать предпигментацию где-нибудь ближе, где-то вот 9-3, чтобы у вас волос получился. Может быть 8-3, 8,5-3, простите, не 8-3. Потому что здесь у нас с вами, когда мы сделаем, мы с вами поднимем уже наше полотно, у нас будет 8,5-3. А если вы возьмете 0-3, будет лучше, да, потому что если вы возьмете, например, допустим, для предпигментации там 7-0-3 или 8-0-3, у вас получается, вы сделаете не очень желтый цвет, да, то есть вы сделаете, скажем так, с натуральным оттенком. И как раз получается, что вы холодный, потом вам легче будет положить, меньше надо будет добавлять нейтрализации. Потому что 8-3 у нас надо добавлять нейтрализации, вы помните, много. Так вот, когда мы с вами вот это все сделали, да, предпигментацию, это предпигментация, чтобы вы это поняли. У нас с вами вот здесь у этого всего, да, на выходе у нас должно будет получиться 8,5, допустим, 3, да. И, соответственно, вот это все у вас ровное полотно стало. Вы его, естественно, потом будете красить, и мы с вами решим, как мы это будем делать. Поэтому у нас с вами первое наше действие – это работа с полотном, не с корнями. Поэтому мы с вами осветляем 7-3, осветляем 8-3, предпигментируем 10-3, выровняли мы это с вами на полотно 8,5-3. У нас теперь на длине ровное полотно стало. Вот, поэтому первая задача у нас с вами вот эта. Это первая задача. А вторая задача у нас уже идет окрашивание корней и, что еще, тонирование концов. Потому что 8-3 – это не решение нашей задачи, не решение задачи. То есть вы вот это выполнили, это подготовка, опять же, к окрашиванию. Вы это, естественно, делаете одновременно, то есть мы не смываем. Потом мы вот это смыли, да, вот я написала смыть. Сделали в мойке препигментацию, увидели, да, по времени, сколько вам надо, там, 5-20 минут. Да, вы просто смотрите, каким красителем вы развели, более пигментированным, либо менее пигментированным. От этого и будет, как бы, реакция насыщения у вас идти, да. Ну, как правило, мы берем с вами более пигментированное, чтобы немного убыстрить процесс. Все, вы насытили, выровняли полотно. Теперь наше решение дальше. Дальше вторым решением. Так, значит, мы с вами первым действием сделали. Это мы вывели на 8,5-3, да, 8,5-3. Это первое решение. Как мы это сделали? Я вам уже написала, да, 8,5-3 мы с вами вывели наше полотно. Второе решение, это у нас уже с вами, да, разведение красителя и окрашивание. Кстати, скажите, пожалуйста, мы окрашивать будем на сухие волосы, либо на влажные волосы? Напишите, пожалуйста, мне ответ. Мне хотелось бы понять, что вы понимаете, что мы делаем. На сухие или на влажные волосы? Будет у нас дальше идти следующий пункт окрашивания. Сухие, правильно. Та, ш, та, ш, это как зовут, я не знаю. На сухие, правильно. Да, всё правильно, совершенно, вы умнички у меня, вы в теме. Обязательно на сухие волосы. Для тех, кто не знает, я просто вам объясню. Татьяна. Хорошо, Танюш, очень приятно. Совершенно верно, вы правы, на сухие волосы. Почему? Потому что, Светик тоже, да, права, сухие волосы. Почему? Потому что у нас с вами окрашивание седины идёт здесь, правильно? А седина на влажные волосы не красится никогда. Мы с вами знаем о том, что, конечно же, вода – это проводник, вода у нас с вами разрыхляет волос, да, как бы даёт возможность дополнительному толчку красителя. Но в данном случае нет. В данном случае вода разбавляет мощность красителя ещё. То есть вы не забывайте, что вода и вот это действие тоже имеет. А, соответственно, у нас седина с вами не прокрасится. Она разбавляет мощность красителя. То есть у нас с вами понижается процент нашего осветления. Нам же надо осветлить. Нам надо осветлить хорошо, да. Нам надо, как вы уже говорили, там на 3,5 тона осветлить. Поэтому мы красим с вами на сухие волосы. Когда мы с вами делаем мытьё, помните, вот здесь мы моем. Вы старайтесь кожу головы сильно не травмировать. Сильно не мойте. Мойте в основном полотно. Потому что у нас же, когда мы с вами моем, мы смываем нашу защитную плёнку с кожи головы. И за несколько минут она заново у вас не появится. Поэтому, чтобы вы не сильно травмировали, а у нас всё-таки окислитель достаточно сильный, как мы с вами решили, 10,5-12. Поэтому старайтесь, когда вы моете волосы, когда мы с вами вот здесь вот осветляем вот это полотно, делаем препигментацию. Вы помните, да, мы с вами помыли шампунем, когда препигментация, мы с вами шампунем уже не моем. Да, почему? Потому что у нас с вами это препигментация. Мы накладываем на этот цвет. Если смоем, то, в общем-то, цвет тоже смоется. Вот. Значит, мы с вами высушили волосы и нанесли на корни. То есть мы с вами развели две миски. Сейчас мы сейчас с вами запишем решение в одной миске. И дальше мы с вами будем придумывать решение во второй миске. Потому что у нас с вами теперь полотно же мы сделали. Правильно? Поэтому для этого полотна нам надо будет придумать еще и краситель, который мы сюда будем с вами брать. Так, дальше. Значит, у нас с вами второе. Это мы разводим две миски. После того, когда мы с вами посушили. Посушить. Посушить. Так, посушили. Разводим, идем две миски. Первая миска – это у нас с вами, естественно, для седины. Как мы с вами решили? 8, 0 у нас. Плюс 8, 61. Плюс 8, 16. Если я пишу неправильно, поправьте меня. Плюс 0, 22. Плюс... Сейчас единственное. Так, что у нас так? Плюс... Чуть-чуть отодвинусь. Плюс антижелтый. Да? Плюс... Какой еще? А, ну, 0,1. 0,1. И теперь нам надо все с вами записать по граммам. Сколько чего? Помним, мы с вами взяли здесь 20 грамм. Здесь у нас 10. Здесь у нас 10. Здесь у нас 22-го мы взяли 1 сантиметр. Так, дальше антижелтый мы взяли 3 грамма. И этого мы взяли 3 грамма. Так? По-моему, все правильно. По-моему, мы так с вами. Это мы с вами размешали для седины. Но у нас же с вами теперь еще основная. Это же длина. У нас длина получилась 8,5-3. И, соответственно, нам надо ее тоже как-то покрасить. Она же у нас не останется так. Что мы с вами берем? Какие красители? Варианты пишите мне свои. Какие красители мы должны взять? У нас получилась с вами длина 8,5-3. Вот она. Какой нам надо взять краситель, чтобы получить 8,1 на выходе? Пишите, пожалуйста, мне. У нас 8,3 с вами длина получилась. И нам надо взять краситель, чтобы получить холодненький. Да? Чтобы у нас ушла нейтрализация. Вспоминаем 8,3. Вспоминаем фон осветления 8,3. И берем с вами краситель. Так. Давайте поактивнее. Не пишите, а то долго будем решать задачу. Давайте. Ну, само собой, мы с вами решили, что мы тонировать с вами будем с 1,5% оксидом. Поэтому я пишу 1,5% оксид. А, кстати, мы вот здесь с вами не дописали. Плюс у нас с вами здесь идет 10,5%. А сколько грамм мы с вами здесь не написали. Наш у нас 20, 30, 40. Да? Но мы с вами здесь в данный момент щетинную смесь не делаем. Щетинистую смесь. Значит, у нас здесь будет 40 грамм. Забыли мы самое основное написать. Что нам нужен еще оксид. Так. Ну, что вы мне не пишите? Какой краситель мы с вами берем? И что это будет делать, а? Никто не пишет мне ничего. Так. Не знаете, какой краситель. Мы же с вами сейчас вот разбирали, почему у нас 8,61 и 8,16. Так, Люба, скажите, пожалуйста, мы с вами сейчас в данный момент, да, у нас желание 8,1. Почему вы взяли 9,6? К чему 9,6 у нас здесь? У нас вообще с вами база получилась 8,5,3, которую мы с вами красим. Желание 8,1. Мы с вами к чему 9,6 берем? 9,6 справится с фоном осветления 8,5. 8,5 темнее, чем фон осветления 9. Положив 9 уровень на 8,5, вы ничего не получите нормального. У вас не сможет заглушиться все, что надо заглушить. Тем более на выходе не получится холодных цветов. Потому что 9 в своем составе имеет меньшую плотность, меньшую насыщенность, чем 8. 8,5, она никак не получится 8,9. Смотрите, у нас с вами, мы с вами конкретно будем 8,5,5. То есть цвет у вас между 8 и между 9, что, соответственно, светлее, чем 8. Это большой плюс, потому что у вас, когда вы берете, а вы берете 8,5, естественно, чтобы нам получить желание восьмерку, у нее же желание 8,1 и никакое не другое. Поэтому надо думать. Нам, чтобы получить 8,1, это 8 холодный, а нам с вами, да, мы имеем вот эту базу на полотне, 8,5,3. Мы имеем золото. Какой нам надо цвет взять, чтобы нам получить в итоге нейтрализацию, да, чтобы у нас нейтрализовался цвет. Мы помним, что я вам говорила, что лучше для нейтрализации брать красители, готовые красители. Там все сбалансировано. Поэтому какой нам надо взять краситель, чтобы был 22? 22 – это зеленый. Мы говорим по эстелю. У нас цифры эстель. 8,16. А если хорошо подумать? У нас желтая база. У нас с вами на выходе должен быть 8,1. 8,6. А все равно, если еще хорошо подумать. Смотрите, желтая база. Но у нас же с вами между восьмеркой и между девяткой. У нас присутствуют на уровне этом фоносветление. И там будет немножко совсем фоносветление восьмерки. Вспоминаем, что? Фоносветление восьмерки. Что там все-таки у нас есть? Это медь, да? Мы смотрим с вами здесь. Восемь с половиной три. Да, это желтый цвет. Но уровень-то у нас восемь с половиной. Правильно, там присутствуют оранжевые. Правильно, оранжевые присутствуют. Медь. Она же все равно там в фоне осветления есть. Вот этот восемь три – это цветовой нюанс. Но фоносветление никто не убирал. Фоносветление, он так и остался, фоносветление, все равно нам надо думать, что еще туда заложено. Раз у нас с вами, да, мы думаем о том, что еще чуть-чуть у нас присутствует в меде, правильно, нам надо взять восемь шестьдесят один. Поэтому полтора процента плюс восемь шестьдесят один. Дальше плюс. Значит, вот этот цвет у нас с вами ушел на нейтрализацию восемь с половиной три. Правильно? Стал у нас нейтральный цвет. Этого достаточно нам, чтобы получить именно то, чего мы хотим, восемь и один. Или надо еще что-то добавить? Может быть, мы еще что-то добавим, например, краситель, да, какой-то еще, чтобы нам цвет получить, именно то, что нам надо с вами. Ну, пепел замечательно. Я добавлю пепел, пожалуйста, 0,1. Я добавила. Мы добавим с вами пепел. Но мы с вами же можем добавить, я же говорила уже вам, что нам лучше всего пользоваться красителями. Отлично. Вот теперь отлично. Просто умнички. Мы с вами добавляем восемь один. Правильно. Мы с вами добавляем восемь один. Потому что красители, они стабильные. Понимаете? Вы микстонами играете, но микстона вымываются быстрее. Красители более стойкие. Вы, когда работаете красителями, окрашивание получается более стойкое, чем окрашивание с микстонами. Потому что в первую очередь вымываются красители, а затем вымывается уже краска. Вот помните, я вам рассказывала, что мы с вами, когда хотим получить более стойкий цвет, мы еще чуть-чуть накладываем микстона выше уровня. То есть, который темней. Темней. То есть, например, допустим, если вы хотите, чтобы у вас медь дольше держалась, капельку добавляете красного. Если вы хотите, чтобы держался дольше желтый цвет, добавляете капельку меди. Если вы хотите, чтобы держался дольше красный цвет, добавляете капельку фиолета. Если хотите, чтобы фиолетовый был более насыщенный, держался дольше, добавляете чуть синего. Если к синему хотите, чтобы он синий оставался дольше, добавляете капельку зеленого. Понятно? И вот это вот наслоение цветов, и получается, у вас будет более стойкое окрашивание. Вы всегда об этом помните. Потому что это нам нужно ходить потом с этим цветом месяц. Она моет еще иной раз каждый день. Но, как правило, когда мы с вами имеем все-таки на уровне блондинов светлые тона, да, холодные тона дома, обязательно дополнительный уход. То есть пепел мы должны с вами поддерживать в домашних условиях. Так вот, когда мы с вами добавляем 8,1, 8,61, добавляем немножко пепла, да, прекрасно. Но сюда я вам тоже рекомендую, чтобы все-таки в зелень не ушло, потому что пепел может сыграть злую шутку. Пепел здесь, пепел здесь. А здесь у нас база все-таки много желтого. Видите? Я вам рекомендую сюда тоже добавить антижелтый. И это будет лучше, чем не добавить ничего, понимаете? Потому что мы, когда говорим с вами про фиолетовый и зеленый, вы должны понимать, сколько вы должны добавлять. Как правило, если вы добавляете фиолетовый, зеленый вы добавляете, опять же, в равных количествах для более холодного цвета. Но я сейчас, когда вот это сотру, если вы хотите, я вам просто как бы расскажу, для чего мы добавляем фиолетовый и зеленый, да. Ну, я вам уже говорила, потому что фиолетовый содержит в себе двойной цвет, да, это сложный цвет. Фиолетовый – это красный и синий. Когда вы добавляете зеленый, зеленый уходит на заглушение красным, остается синий, что дает нам холодные оттенки. То есть происходит такая, вы накладываете на нейтрализованный цвет, накладываете синий, получается на выходе зеленый. То есть это, да, это работает с бежевыми цветами, очень хорошо можно получить и так далее. Вот, но не забывайте, что когда мы все-таки хотим на выходе холодные цвета, вы тоже добавляете там пропорции, да. Но можете добавить здесь пепел и антижелтый, у вас также это сработает. И можно не добавлять ни синего, ни фиолетового сюда больше, потому что фиолетовый, как видите, вот здесь вот у нас уже присутствует. И он уйдет на нейтрализацию нашего с вами вот в 8.3. И вот этот антижелтый также поможет его заматировать, то есть тоже нейтрализовать. И когда вы добавите пепел и пепел, да, то есть вы здесь усиливаете в то же время и микс-тоном, и обычным красителем. Опять же, вы сделаете более усиленный пепел. И теперь давайте с вами приблизительно подумаем, сколько нам надо грамм с вами добавить. Допустим, у нас длина с вами 30 грамм, да, вот здесь 30 грамм. Сколько нам нужно добавить, а, у нас здесь, простите, у нас два красителя. Значит, соответственно, он у вас будет здесь, нам надо нейтрализацию сделать, значит, нам надо здесь 20 грамм добавить, да, здесь. А здесь вот этого 10 грамм, да, то есть нам нужно с вами захолоднить. То есть сделали нейтрализованный и захолоднили. Дальше еще пеплом усилили. Так, сейчас какая полоса разбираем. Уже мы не полосу разбираем, у нас уже идет окрашивание корней и тонирование всей чистой длины. У нас чистая длина получилась 8,5-3. Мы уже ее разобрали. Теперь мы после вот этой чистой длины посушили волосы и разводим две миски. Одна миска у нас на корне, вторая миска у нас на длину. Вот здесь мы разбираем длину. И, значит, соответственно, у нас с вами идет 6, 8,61-20 грамм, 8,1-10 грамм. Сколько нам надо взять пепла? Половиночку пепла и антижелтого, да? Антижелтый, помните, мы с вами не боимся, берем грамма 3, грубо. И антижелтого сколько нам надо брать? Ой, простите, антижелтого. Пепла надо брать. Сколько нам надо пепла брать? И, значит, у нас окислитель с вами 60 грамм будет. Один к двум мы с вами разводим, потому что у нас тонирование, да? 60 грамм у нас полуторапроцентного идет, потому что у нас тонирование. Сколько нам надо еще антижелтого взять? Ну, конкретно здесь это у нас с вами усиление пигмента, потому что у нас на выходе, да, будет, в принципе, нейтральный цвет. А нам надо еще добавить сюда пепла. Поэтому, да, сюда добавляем сколько еще? Ну, давайте добавим еще антижелтого грамма 3 добавили. Ну, еще грамма 2 мы добавим с вами. 2 грамма добавим для усиления пигмента пепельного оттенка. Вот, значит, мы с вами нанесли на корни. Сколько время выдержки у нас на корнях для окрашивания седины? Скажите, пожалуйста, пишите, какое время выдержки для седины красителя? И какое время выдержки сразу тогда пишите мне для тонирования у нас с вами будет. 40 минут, 40 минут, 45 минут пепла полграмма. Ангелил, пепла полграмма мы с вами добавим для нейтрализации. Понимаете? А нам надо с вами для усиления. Мы с вами уже нейтрализовали 8,61 и еще добавили здесь чуть-чуть пепла. Добавили антижелтый, нейтрализовали. Поэтому нам надо усилить пигмент, пепла можем добавить чуть побольше. Потому что у нас с вами была база желтенькая, а нам надо сделать холодную базу. 4,20-30 минут. Так, хорошо. Значит, давайте тогда вам напишу. В принципе, все варианты достойные, да? То, что вы сказали. Потому что у нас для седины, как правило, по инструкции производителя, у нас с вами держится, выдерживается седина 40-45 минут, да? По инструкции. У кого-то 40, у кого-то 45 минут. Если вы видите, например, допустим, что у вас было полотно, помните, тонирование... Ага, хорошо, да, правильно. Тонирование у нас с вами было... Не тонирование, простите, полотно ранее окрашено. Помните, я вам говорила, сильно бликует седина. А значит, соответственно, возможно, седина стеклянная, да? То есть плохо закрашивается. Трудно поддающаяся седина. Вы можете время увеличить, да, и до 50 минут. То есть легко. Поэтому у нас с вами на корнях 40-50 минут. Мы высиживаем. Все зависит от надобности и от инструкции производителя. Это вы все уже знаете, я вам рассказывала. Дальше. У нас с вами, если мы берем аммиачный краситель для тонирования, да? Ну, вы можете его, естественно, добавить вкусняшек туда и сделать более мягким. Можете сделать полуперманентным красителем. Я вам тоже все рецепты давала. Вы помните, они у нас с вами все записаны. Вы должны себе распечатать для того, чтобы знать. То есть закислить вы должны наш с вами перманентный краситель, чтобы получить полуперманентный. Но тонирование перманентным красителем у нас, значит, идет на 30 минут. Я вам тоже это говорила. Если у нас тонирование полуперманентным красителем, у нас идет 20 минут. Вот от этого вы и рассчитываете, через сколько вы должны подойти, нанести на длину ваш краситель, для того, чтобы на выходе вам потом все вместе смыть. Если вы, соответственно, наносите сколько по времени, длина у вас еще, да? То тоже есть какая-то длина волос. То, когда, например, допустим, бывает так, что волосы длинные, корни вы нанесли, то вы пока нанесете эти длинные волосы, у вас как раз останется время выдержки 20 минут. Да? Значит, соответственно, пошли за второй миской и сразу же начали наносить. Тогда на длину. Если у вас длина короткая, то вы же понимаете, вы нанесете быстро, там, буквально 3 минуты, и вы нанесли уже на все волосы. Поэтому исходите из этого, что вы наносите либо через 15-20 минут на, тогда на всю длину, и высиживаете оставшееся время. От этого мы рассчитываем, когда мы начинаем красить длину. Всем понятно? Пишите. Ставьте мне да, нет, плюсики, что вам там больше по душе, чтобы я поняла о том, что вы меня услышали, и то, что я вам задачу рассказала, соответственно, все это вы поняли. И мы с вами, отлично, Светлана, переходим тогда к решению следующей задачи. Сейчас будем придумывать ее, естественно, опять же. Вы мне пока никакую задачу сами не написали. Можем, конечно же, из ваших каких-то задач еще этот вопрос решить. Так что вы мне пишите. Страшного ничего в этом нет. Все понятно, отлично, хорошо. Вы не забывайте мне ставить сюда тоже лайки свои. Кто случайно на меня попал, подписывайтесь. Реклама, ты-пи-пи. Все то, что мы с вами здесь разбираем, вот эти задачи, это, конечно же, это одна часть какая-то из нашего большого тренинга. У нас тренинг, ссылки все, естественно, у вас под видео есть. Вы можете перейти на тренинг, можете его приобрести. Девчонки мне не написали, можете написать здесь, чтобы все увидели ваше мнение об этом тренинге, кто вот со мной на тренинге был. Напишите свое мнение, мне будет приятно. Зато вот все остальные, увидев, как бы вот подумают, где они хотят поучиться дальше. Так, а я тогда пока стираю, раз эта задача у нас с вами ясна, я тогда буду вам пока писать другую, а вы мне пишите дифирамбы. Я жду. Мне это приятно, мне очень приятно. И на самом деле, так, ага, корни четверка, седина 80%, полотно пятерка. А желание? А желание какое? Любая. Это вы мне дали то, что у нее есть в наличии. А чего она хочет? Так, скажите, пожалуйста, клиентке по деньгам выгодно какое окрашивание? Как мы ей объясним? Четверка, седина 80%, полотно пятерка. Я поняла. Значит, сейчас, Ангелина, вы пока мне сейчас пишите, скажите, пожалуйста, клиентке по деньгам выгодно такое окрашивание? Как мы ей объясним? Смотрите, выгодно, невыгодно, это уже, конечно, другой вопрос. Потому что в реале, да, в реале, если человек хочет ровное полотно, он соглашается на это. Если человека не смущает, да, вот это вот пятно, вы никогда не сможете 7-3, да, из 7-3 получить 8-1. Мы с вами знаем, что мы можем в краситель с вами добавить тоже аммиачный корректор, и это тоже повысит нам, да, на 1 тон. Но он не получится холодный, понимаете? То есть вот вы корни сделаете холодным. Дальше у вас будет полоса 7-3, которая была и 8-3, она будет тёплая. А дальше 10-3 вы получите прям реально холодный цвет. Понимаете? Если это клиентку никаким образом не смущает, вы должны будете объяснить, да, ей, что корни тёплые, вернее, холодные будут, концы холодные, середина тёплая, то вы, да, можете ей это предложить. Либо предложить её покрасить просто в нейтральный цвет, не в 8-1. И если вы покрасите её в нейтральный цвет, то более-менее это как бы вот эта тёплая часть, она будет немножко как бы не так бросаться в глаза. Поэтому вот тоже об этом как бы думаете. Конечно же, любая дополнительная работа, особенно под снятие цвета по полотну, я вам уже говорила, сколько стоит у вас, например, допустим, окрашивание. Если вы делаете зачищение на полотне, да, смотрите по времени, сколько вы на это, это полноценное окрашивание. То есть это получается двойное окрашивание, плюс ещё при пигментации время. То есть это время – это деньги, да, и ещё плюс расходные материалы. Понятно? Так, смотрите, вот здесь вот пришла задача. Эта задача вообще не задача, это самое простейшее, что у нас с вами есть. Да, потому что, смотрите, корни четвёрка. Вот сейчас я скажу, Люба мне написала. Значит, натуральная база четвёрка. Соответственно, где она на 80% увидела четвёрку, никто не знает. Ну, наверное, в каком-то месте остался очаг один, где вы увидели, да, там, например, допустим, эту четвёрку. Она не видна, эта четвёрка. 80% – это 80% у нас с вами седины. Это много. Там определить базу вообще практически невозможно. Понимаете? Что ты будешь делать? Простите, пожалуйста, долго очень убирала эту картинку. Меня тут перекрыло, я себя не вижу. Четвёрка, натуральная база четвёрка. Седина 80%. Значит, хочет у неё желание пятёрка. Желание у неё пятёрка. Простейшая задача. Вообще никаких, вообще никаких трудностей нет. У неё нет ни желания цвета, ничего. Ей хочется обычную натуральную пятёрку, которая типа 5-0. Мы всегда с вами 5-0 на 80% на седине получаем. Всегда. Понимаете? Поэтому что вы делаете просто? У нас сразу вспоминаем, что у нас обязательные условия. При седине мы используем не меньше 6%. Я вас обманываю, конечно же. Мы иногда используем 4,5%. Но когда голос тонкий, тогда мы можем использовать с вами 4,5%. А можем вообще использовать с вами полуперманентный краситель. У нас есть специальный полуперманентный краситель с оксидом, например, 4%, который мы используем для седины. Правильно? Можем. Но по законам колористики у нас с вами аммиачный краситель по классике должен работать с 6% окислителем. Всегда. Поэтому как только мы с вами видим седина, значит, соответственно, у нас сразу в голове с вами 6%. Всё. Это первое, что вы помните. Дальше. Она хочет пятёрку. У нас седина 80%. Вообще париться нечего. Потому что 80% это почти что белый волос. Там ничего нет. Пятёрку сможем ли мы положить? Давайте-ка подумаем. Пятёрку, если мы с вами возьмём, то в итоге она получится у нас на выходе. Шестёрка. Она будет у нас светлее. Поэтому мы с вами, вот в этом случае, нам можно делать предокраску. Но, то есть имеется в виду предпигментирование. Помните, я вам всем давала. У вас всех есть табличка предпигментирования. Рецепты. Как мы с вами делаем предпигментацию. Нанесли. Значит, возможно, решение у нас с вами. Первое. Это предпигментация. Предпигментация. А возможно, второе решение. Мы с вами возьмём не пятёрку, а мы с вами возьмём более насыщенный пигмент. И ещё сделаем что? Щетинистую смесь. И тогда мы можем с вами, вот правильно, Люба, правильно, можем тогда с вами сделать. А ещё мы можем с вами взять усиленный пигмент, да, 5-0-0. Правильно? Значит, соответственно, мы с вами возьмём, например, допустим, 4-0 плюс 5 мы возьмём 0-0 плюс 6% оксид. И сейчас мы с вами ещё должны расписать, сколько и чего. Соответственно, если мы решили с вами, что мы хотим пятёрку, но нам надо... Так, задачи. Имеет отросший корень 7,1-2 см, половое желание 9,65. Хорошо, сейчас мы с вами порешаем. Но это всё задачи, опять же, например, того, что мы только что решали. Да, 8,3 нам надо цвет под... Так, подождите секундочку. Давайте мы всё-таки с вами сейчас вот к этой задаче. Я прочитала, Тань, мы сейчас с вами решим. Но я хотела бы с вами ещё посложнее задачу решить. Потому что здесь у вас 7,1 отросший корень, тут даже не осложняется сединой. Понимаете? Тут вообще всё просто, как в предыдущей задаче мы с вами делали. Всё просто. Так, мы с вами, помните, говорили о том, что нам надо 80% седина. Нам надо, значит, скажем так, более концентрированную смесь сделать. Более концентрированную смесь мы с вами можем сделать в одном случае. Когда мы делаем щетинистую смесь. Да? Седина 50%. Хорошо, я поняла вас. Поэтому давайте вернёмся к этой задаче. А то я просто читаю и скачу. Вернёмся к задаче. Натуральная база 4, седина 80%, желание 5,0. Нам надо с вами взять, если мы возьмём вот просто так, то мы получим приблизительно на уровне шестёрки. Мы 5,0. Ну, скажем так, мы получим, может быть, 5,5. Да, то есть, ну, между 6, то есть, чисто и пятёрки мы не получим. И поэтому нам надо с вами первое, что? Нам надо сделать более концентрированный пигмент. То есть, нам надо добавить туда четвёрки. И плюс нам надо сделать ещё щетинистую смесь. И тогда нам, возможно, предокрашивание, то есть, предпигментация не потребуется. Да, потому что мы с вами можем сделать предпигментацию, кстати. А мы можем с вами что ещё сделать? Либо мордансаж. Мордансаж, да, для того, чтобы лучше прошло. То есть, либо предпигментацию мы делаем, либо мордансаж. Решайте для себя сами. Но, так как у нас, как правило, да, вот это всё, вот это вот, это дополнительные деньги. Ну, дополнительные деньги, реально дополнительные деньги. Поэтому, чтобы такого и не случилось, потому что клиенты не готовы за это платить, мы с вами делаем так. Мы делаем одна часть, да, одна часть. Давайте не одна часть, а давайте по граммам сделаем. Например, 20 грамм и 20 грамм. 40 грамм. Мы взяли с вами для того, чтобы затемнить, для того, чтобы мы вышли к пятёрке. И 6-ти процентный оксид. Так как нам надо сделать щетинистую смесь, мы с вами берём 30 грамм. Понятно? Мы с вами берём обыкновенный натуральный цвет. У нас здесь практически осветлять нечего. У нас 80 процентов, 80 седины. Это почти что белый голос. Поэтому нам нейтрализовать нечего. У нас с вами седина, она пустая. Нам надо с вами просто добавить пигмента. И, соответственно, вот таким вот образом мы просто добавляем и просто решаем эту задачу. Кто меня спрашивал об этой задаче? Так. Ага, Люба. Люба, понятно решение задачи? Вот это решение задачи. Видите, это оно всё в один присест. Вот. Поэтому это решение, это вообще задача самая простейшая, которая есть. Всегда самое сложное это решение, когда у нас разное полотно, разные корни, и ещё надо что-то с этим придумать. Так, давайте эту задачу, значит, я задачу убрала вам. С этой задачей вы поняли всё. Теперь у нас пишет, сейчас я вам скажу, что у нас написано, значит, ещё. Так, Таня пишет, отросший корень 7,1. Значит, это натуральная база у нас с вами 7,1. О, даже холодная, видите, она уже холодная. Так, 7,1. Дальше у нас желание 9,65. А, подождите, она написала, у нас седина ещё у нас есть. Седина 50%. Дальше желание у нас... Желание у нас 9,65. И длина у нас с вами 8,3. Длина 8,3. Что мы с вами здесь делаем? 9,65 у нас здесь желание. Значит, первое решение задачи. Мы с вами должны опять же, да, сходим полотно и думаем, что нам надо сделать. 8,3. Сможем мы каким-то образом расцветлить? Можем ли мы поднять вот это 8,3 до нужного нам уровня, до девятки? Можем или не можем? Напишите, пожалуйста, что нам в этом случае делать. Хочет она 9,65. Это, скажем, какой у нас получается 6. Это розовый, короче, она хочет. 9 розовый, то есть фиолетово-красный. То есть она хочет розовый цвет получить. Вот, и значит, самое главное, что розовый цвет у нас с вами может получиться только в одном случае, если база будет чистая. Вы помните, что розовые цвета, если вы имеете базу желтую, если вы наложите красный цвет, он у вас будет оранжевым и никак не по-другому. Поэтому вы должны тоже четко понимать, на что вы накладываете наши розовые оттенки. Так, ну что-то не пишите, да, пока мне ничего. Поэтому давайте думать с вами так. Вам надо длину рассветлить. Кстати, длина у вас какая? У вас длинные волосы? Длинные волосы или нет, Тань? Длина какая? Потому что у нас с вами полотно 8,3. Вы понимаете, что мы можем работать красителями средняя длина. Потому что если у нас с вами длина там больше, скажем так, 10 сантиметров, мы уже с вами не осветлим спецблондом. Ну, можем осветлить, но совсем немножко, да, поднять. Потому что длина там холодней. С помощью фольги, кстати, мы, да, кстати, с помощью фольги мы сможем с вами поднять. Поэтому давайте с вами думать, что же нам с вами надо сделать. Вот в данном случае. Смотрите. Мы говорим, когда про рассветление. Значит, нам надо 7,1 поднять. На сколько тонов пишите вместе со мной? Считаем. Нам надо до девятки, да, поднять. А, соответственно, помните, девятка у нас много желтого. Чтобы получить нам с вами вот этот розовый оттенок, нам надо, значит, с вами поднять до десятки. Это само собой, разумеется. Поэтому считаем. 7. Ну, как же на 2-то? 8. 9. 4. 4. Не забывайте, что если мы хотим получить чистые тона, так же самое, как холодные тона, мы должны засветлить сильнее. И никак не по-другому. Пишем еще раз, считаем. 7, 8, 9. Если вы остановитесь, у вас будет много желтого. 9,65 у вас не ляжет. 10,4 тона. Значит, соответственно, когда мы говорим 4 тона, значит, у нас сразу автоматически какой оксид вылетает? 12-процентный оксид. Правильно? Вылетает? Вылетает. Чтобы нам поднять на 4 тона, нам нужен 12-процентный оксид. И мы с вами, естественно, 4 тона можем поднять только с чем? Только со спецблондом. Правильно? Спецблонд мы с вами берем какой? Когда мы берем спецблонд, мы с вами выбираем от старта. То есть от семерки. Не от желания, а от старта. То есть от натуральной базы. Значит, соответственно, сейчас я вам достану. У нас с вами какой здесь? 43-й. И мы с вами, опять же, какой должны использовать? Раз 43-й. Значит, 116-й. Значит, берем с вами плюс 116-й. В данном случае, смотрите, мы когда с вами вот это будем делать, да? А это вот то, что смесь мы с вами говорим, это идет у нас на корне. Но вы не забывайте, что покрасив корни, мы не получим 9,65. Никогда. Мы только подготовим базу для того, чтобы вы потом затонировали. Мы можем с вами сделать это через обесцвечивание. Это первый способ у нас взять и все волосы обесцветить, и потом нам положить 9,65. Либо мы можем сделать через спецблонд. То есть 9,65, он только вторично ляжет у вас уже на базу, когда у вас она уже будет подготовленная. Поэтому вот в первую очередь, да, в первую очередь, у нас с вами первый этап решения задачи. Это мы берем спецблонд, да, и, значит, у нас разведение 2 части к одному. Значит, здесь у нас 60, здесь 30 грамм. Опять же, вы можете подготовить эту базу и положить сюда еще микс тона, да, плюс микса. Пишите, какие микс тона. Мы с вами подготовим, сразу сделаем холодную базу, либо хотя бы нейтральную. Но потом при тонировании у нас с вами все равно мы добавим то, что нам надо, да, плюс микс тона. Значит, второе решение задачи – это мы обесцвечиваем. То есть порошок у нас с вами. Можем 12-м, можем порошком. И, значит, что еще? Если мы с вами… Я порошок сейчас уберу, потому что вы поняли, что если мы обесцвечиваем порошком, то, значит, обесцвечиваем, потом просто тонируем. Но если мы с вами работаем с вами красителем вот этим, да, то сразу начинаем вспоминать. Мы с вами нанесли на корни, эта часть на корни, но у нас еще с вами 8-3 есть, правильно? И его тоже нужно что сделать? Осветлить. И 9-65 у нас опять же ляжет микс тон 06-й, фиолетовый. Можете добавить фиолетовый, но вы не забывайте, если в нем содержится много красного, я вам поэтому не рекомендую использовать его пока вы не знаете, что у вас там в микс тоне. А если там содержится красного много, у вас будет больше на выходе желто-рыжий цвет, то есть вы вот здесь получите желто-рыжий цвет, то есть у вас будет десятка золотисто-медная, если там будет красный. Вот чтобы этого избежать, микс тоном фиолетовым лучше не пользуйтесь. Можете лучше добавить пепел, да, потому что нам вот здесь, мы с вами считаем от старта, от старта вот здесь содержится медь, значит, сюда нужен синий. Поэтому лучше добавьте сюда микс тон пепельный, да, для того, чтобы нейтрализовать именно наш рыжий цвет. Фиолетовый у вас здесь вот уже есть, который сработает на 43-м, да, на фоне осветления здесь. Да, синий, правильно, но не фиолетовый. Дальше, значит, второе решение задачи нам надо с вами поднять 8. Соответственно, сколько тонов высчитываем? 8-9. Ляжет 65-й? Ну, не очень, да, хотя бы еще на полтона бы, да, его осветлить. Считайте на 3 тона. Поэтому нам с вами надо поднять на 3 тона, чтобы получить 9.65. Значит, соответственно, что мы делаем? Мы с вами опять высчитываем, берем спецблонд. Какой у нас уже здесь фон осветления чисто желтый. Смотрим, какой у нас здесь есть. 166-й, например, есть. 166-й. Это вот как раз вот фиолетовый, да, интенсивно фиолетовый. И под фольгу, вот у нас 166-й, видите, как раз интенсивно фиолетовый. Мы с вами берем под фольгу. Значит, раз у нас 3 тона с вами, 9% плюс 166-й. Под фольгу мы с вами наносим полотно. Понятно? То есть на корни это полотно мы с вами наносим 166-й. И выравниваем таким образом, осветляем, осветляем наши корни. Как работать со спецблондом на корнях? Я вам всем рассказывала, тем, кто со мной был на тренинге, подробно рассказывала, сколько подходов мы делаем, через сколько минут, все по пунктам. Все помните? Да, все помните. Когда мы с вами наносим на корни и на полотно, вы фольгу потом, да, каждую прядку поворачиваете и еще потом, естественно, докрашиваете то, что у нас касаемо на корнях. Да, не забывайте об этом, что мы с вами это можем все доделывать, потому что фольга у нас не накрывает полностью корни. А мы с вами полотно только прячем сюда. Вы можете даже развести, так как фольга у нас все-таки до температуры, да, вы можете здесь, например, допустим, и три части, да, добавить. Например, здесь у вас будет 20, да, грамм, а здесь будет 60, 90. Я подожду, 60, все правильно. Да, то есть можем с вами и так сыграть. То, что фольга у нас с вами что делает? Температура более ровная, осветляется более ровно. То есть мы с вами сделали, все осветлили. И третьим у нас этапом с вами что? Это уже просто тонирование. Здесь мы берем с вами 9,65 плюс какой окислитель? Какой окислитель у нас с вами? Да, например, допустим, на длину мы берем здесь 30 грамм, и здесь будет у нас с вами 60, естественно, какой-то у нас с вами окислитель. Сколько процентов? Напишите мне какой. Полуторапроцентный. Полуторапроцентный. Вот эта задача будет решаться вот таким вот образом. 3% если вы не дотянули, скажем так. Если у вас много желтого получилось, берете 3%. Если у вас получилось нормально все, берете 1,5%. Потому что зачем лишний раз еще травмировать волосы? У нас только что были с вами достаточно высокие окислители. Поэтому не надо убивать волос до конца. Мы с вами все-таки стараемся тогда, видя уже базу, которая у вас получилась после снятия цвета, из этого вы уже и понимаете, какой окислитель вы берете. Потому что может быть так, что на корнях она все равно осталась чуть-чуть темнее, чем на длине. И тогда мы с вами на корнях можем использовать так же, если мы не дотянули базу. Я вам опять же это все говорила в своем тренинге. Да, мы можем с вами использовать и 6%, и 9%. Все зависит от того, насколько вы не дотянули базу. Можем тонировать уже тогда другими процентами, но опять же не по всей длине. А на корне одно, на конце другое. Мы не ленимся, всегда мешаем разные миски, потому что у нас разные задачи с вами есть. И вот это вот решение задачи у нас с вами, вот то, что вот вы хотели, 9,65. Вот в этом случае вы тогда его получаете ровный цвет. Так, какие еще? Опыта мало? Очень полезно. Танюш, вообще не вопрос. Я для вас как раз вот это все и рассказываю для тех, у кого опыта нет. У кого есть опыт, они, как правило, на нас не смотрят. И я вам рекомендую, Танюш, все-таки перейти на гид-курс и тренинг приобрести. Я реально рассказываю очень много информации. Вам понравится. Если вы видите, что я, когда вам рассказываю что-то, вы меня слышите. Вы понимаете то, что я вам говорю. А, соответственно, раз вы понимаете то, что я вам говорю, то, соответственно, вы усвоите легче. Потому что я стараюсь не использовать ни английские слова там, ни какие-то выражения, да. Я пытаюсь говорить русским нормальным языком. То есть именно понятным для вас. Потому что я иной раз слушаю, да, каких-нибудь тоже там колористов, парикмахеров. И вот ты, 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 ты. Я сама понимаю, если бы я не видела бы, чего он делает вот глазами, я вообще бы ничего не поняла. Понимаете? Поэтому я стараюсь вам объяснять, как себе. Потому что ведь разные люди приходят. И разные понимания у всех по-разному усваиваются. Поэтому вы, Танюш, перейдите, пожалуйста, по ссылке. Ну, что я вам буду сейчас рассказывать об этом. Вы все увидите там. Сейчас просто работаешь на других красителях, других фирмах. Смотрите, мы не привязываемся вообще к какому-то бренду. Почему я говорю Эстель? Я реально не работаю на Эстель. Девочки все мои уже это знают. Я не работаю. Я работаю на Голдвелл. Я работаю там на Велле, на Лонди, на Матриксе. Что еще там? У меня капусы, но немножко что-то есть. Какие-то цвета я использую. Особенно вот интенсивно медные у него мне нравятся. Медные, золотистые медные, интенсивно медные. Вот у него мне нравятся. Там красного мало. Там именно идет вот медь так медь. Что еще? Я какие? Я Констант Делайт некоторые цвета использую. Кстати, у Констант Делайта мне нравятся два нуля. Они реально хорошо пигментированные. Что касаемо холодных цветов, мне у них не нравится. Медь у них тоже вот на уровне восьмерки хорошая. Поэтому я использую, скажем так, много брендов. И я использую из них какие-то определенные цвета, которые мне просто вот в работе нужны. И я вам уже говорила, когда мы с вами даже делаем вот эту вот всю нейтрализацию или еще что-то, я стараюсь делать это именно красителем. Не во всех брендах красители есть те, что нам нужны. Не во всех красителях эти... Не все эти красители содержат те пигменты, которые мы планируем. Понимаете? Поэтому вы пробуйте, тестируйте между собой. Все можно мешать. Я, во всяком случае, все мешаю. И результат получается, поверьте мне, очень красивый, достойный. Не зря же я работаю уже около 30 лет. Вот. Теперь давайте переходим к следующей задаче. Так, это вопрос. Так. Не поняла, о чем тут речь, какие вопросы. Ну ладно, бог с ними. Давайте с вами дальше будем решать задачи. Еще сейчас одну с вами порешаем, потому что я уже вижу, что мы с вами часто занимались. У вас есть еще силы? Еще одну задачу решим? Или вы уже все устали? Я смотрю, просто количество с нами присутствующих уменьшается. Просто если устали, то тогда как бы мы на сегодня закончим. Я потом вам напишу, когда мы сразу можем встретиться. Решаем. Хорошо. Так, ну давайте решаем. Какую бы вам задачу? Давайте, может быть, знаете что? Вот со спецблондом мы сейчас тоже с вами решили уже задачу, да? Спецблонд. Вы знаете, единственное, что мы с вами здесь не учли. Как у нас с вами окрашивается спецблонд? У нас с вами там была седина 50%, да? А, я вам сказала, да, совершенно верно. Как у нас окрашиваются спецблонды, как у нас наносятся, что наносится в первую очередь, потом через 20 минут, да? Это мы с вами, я вам все рассказала, как работать со спецблондами при седине. Все я вам это тоже написала. Поэтому это тоже, пожалуйста, на гет-курсе. Все посмотрите, вы будете знать, как пользоваться со спецблондом при седине. Потому что мы сразу на все, на все волосы не наносим, когда у нас седина выше 50%, 50% и выше. Ну, то есть, когда 50%, мы не наносим спецблонд сразу на седину. Поэтому это особенное окрашивание, мы подходим по-другому к нему уже. То есть, более чутко, потому что там волос более светлый. А вы знаете, что осветлять седину нам не надо, да? Ее надо просто уже дальше тонировать. Поэтому мы с вами с спецблонды – это отдельная тема. А теперь давайте, вот, например, допустим... Не, не будем решать окрашивание хной. Люб, знаете почему? Потому что хна вы должны всегда сделать тест. Как правило, хну снять очень сложно. Это сложнее даже, чем черный волос, выйти в светлый. Понимаете? То есть, это практически невозможно. Хна, она работает по-другому. Хна, когда человек окрашивается, тем более регулярно этой хной, хна, она забивает поры между кутикулой. Она даже вовнутрь не заходит. Она накапливается именно между кутикулой. Она там прирастает, понимаете? И удалить оттуда эту хну очень-очень сложно. То есть, волос либо вообще разрушится совсем. Потому что, если мы говорим про хну, и именно на европейских волосах, то волос считается хрупкий. Понимаете? Окрашенный хной не наоборот здоровый, а хрупкий. Понимаете? Поэтому он у вас может остаться в руке. Может стать зеленым. Все зависит от того, чем она красилась. Поэтому смывка для хны есть отдельно. Это там, она на спиртах. Это долгий процесс. Но вы делаете тест прядь. Если человек не красился много лет этой хной, да, либо короткие волосы, то вы еще можете попробовать. Сделали тест прядь. Увидели, как осветляется. Осветлили до того уровня и закрасили на том фоне осветления, на том уровне фона осветления, который вы увидели на выходе. Все. Понимаете? Потом так же, как и у нас с вами выход из черного, да. Мы выходим из черного. Помните правила, девочки? Три по три, да. Три подхода. Три по три. Кто не знает это правило? Так, что там у нас? Седина стопроцентная. Так, в теменной зоне стопроцентная, затылочная зона 70 седины, 6, желание 8. Натуральная база 6, желание 8. Хорошо, сейчас решим. А полотно у нас какое с вами? Длина у нас какая? Длину напишите еще, вы длину не написали. И, значит, три по три у нас с вами подхода в спецблондах. Три по три. Я вам тоже про лобкаре? Нет, я не длину спрашиваю. Длина, длина, цвет, полотна. Цвет, полотна. Вы же не написали. Длина тоже должна быть какие-то там номера. Она окрашенная или стопроцентная седая. Она ни разу не крашеная. Чего там у нее? Или она из светлого в восьмерку выходит? Что у нее? Не в курсе. Так, снова. Снова еще раз здравствуйте. Каждый раз я сбиваюсь. Давайте продолжим. Прохну. Это то же самое, как выход из черного. Три подхода по три. Все, больше в один день делать нельзя. Вот вы насколько вышли, настолько вышли. Значит, закрасили ее, затонировали, отправили. Пускай она восстанавливает свой липидный слой, делает маски, делает лечение. В общем, восстанавливает волосы. Потом к вам через там месяц приходит, и вы заново повторяете все эти процедуры до той степени, пока она не осветлится. Либо волос отломится, либо останется. Но если вы делаете через уходы, через восстановление, и мы с вами помним, три по три, это что такое? После каждого мы с вами делаем лечение, серьезное глубокое лечение. И продолжаем. Глубокое лечение и продолжаем. Глубокое лечение и продолжаем. Если вы не восстановите липидный баланс волоса, волос у вас разрушится. Да, поэтому нам надо безболезненно выходить. То есть, короче, хна – это очень серьезная штука. Да, поэтому можете браться на ваш страх и риск, но всегда тест прячь. И вы увидите, как она осветляется. От этого тогда пришите. Но предупреждайте, белый цвет вы ее не выведете с первого раза никак. Поэтому она будет ходить в каком-то переходном цвете, и потом через месяц к вам придет, и вы будете продолжать. Понятно? Вот. Давайте, значит, задача у нас с вами поступила. У нас с вами идет седина, стопроцентная наверху у нас с вами, да, это называется на теменной зоне 100%, затылочная зона 70% у нас. Правильно я там вижу? Затылочная зона 70% – это седина, да, процентов напишем ее. Дальше у нас с вами желание, желание у нас с вами 8,1, и длина у нас с вами, длина у нас с вами, это сколько там, 7,3. 7,3 хочет 8,1. Опять же, первое. Начинаем с вами думать. Окрашивание седины. Вот у нас с вами это наше количество волос. У нас для этого используется 70-100%, что формула. Мы знаем с вами, что по формуле у нас с вами закрашивание происходит именно по формуле. Две части натурального, одна часть модного. Правильно? Что для 70%, что для 100% у нас один и тот же принцип закрашивания. Если вы, например, допустим, чувствуете, да, вот здесь вот у нее 7,3 есть, вы посмотрите по поводу седины, как она закрасилась. Вы помните, что на седьмом уровне закрашивается плохо, да, потому что пигмента там уже мало. Смотрите насчет блика седины, как она бликует, хорошо ли прокрасилась. Посмотрите, если плохо бликует, значит, мы с вами первое делаем либо предпигментация, либо мордансаж. Мордансаж. Вот, да, это мы с вами говорим про это. Дальше 7,3. У нас с вами длина 7,3. Значит, соответственно, хочет 8,1. Предпигментация, мордансаж. Потом, вы помните, цвет наносится, но я перескочила сюда сразу. Видите, у меня в голове уже постановка идет, постановка уже, видите, результата, что зачем следует, да. И, соответственно, я не могу покрасить корни после предпигментации, правильно? Я могу только сначала заняться вот этой зоной, потом сделать предпигментацию. Давайте вот так и напишем, аначе будете путаться. Смотрите, у нас с вами идет седина, которая нам труда не составляет, потому что цвет нам надо сделать светлый все равно. У нас составляет только вот эта темная часть, да, 7,3, которая у нас по длине идет. Значит, соответственно, первое решение задачи у нас с вами. Нам надо с вами поднять вот это 7,3 до восьмого уровня. До восьмого уровня. Соответственно, это получается 7,8, а она хочет 8 холодный. Насколько нам тогда надо это сделать? На 3 тона, да? То есть на 2,5, на 3 тона. Давайте на 2,5 сделаем. Ну, в общем-то, в принципе, окислитель все равно 1 и тот будет у нас. Да, это 9% мы с вами должны поднять. Поэтому, когда мы говорим вот об этом, и если вы писали, что у нас с вами коре, да, то коре у нас температура будет, да, больше 10 сантиметров. Нам с вами надо будет работать с чем? С фольгой, да. Поэтому мы с вами работаем, опять же, как мы с вами говорили, например, допустим, спецблондом, либо делаем смывку. Мы с вами делаем смывку, либо спецблонд. Понятно всем? Так, 3% окислитель мне написал, написала, каким образом 3% могут осветлить, да, окрашенная база, как может подняться с 3% оксидом? Каким образом? Каким образом мы 3% он сможет у нас поднять, если у нас 7,3% это окрашенные волосы? Если у нас с вами 100% седина от 70%, то явно 7,3% это окрашенные волосы. Ведь так она же никаким образом у нас с вами волшебно темной-то не стала. Значит, соответственно, у нас 3 тона. А, понятно, извините, извините. Ну ладно, я не поняла. Значит, 3 тона. Вот так вот теперь понятно. 9% оксидом, совершенно верно, да. Но, смотрите сюда. Лучше, на мой взгляд, поднять, если вы хотите ровненький цвет. Но вы можете сделать также еще микромеллирование. Это тоже поднимет цвет. То есть мы с вами можем, первый вариант, это работать со спецблондом. Помните, значит, у нас идет 9%. Мы решили, раз у нас 3 тона, да, поднимается. Плюс мы выбираем, вот какой краситель. У нас с вами 7,3. То есть у нас фон осветления 43, еще это золотой, да. Мы и то, и другое думаем. 43 фон осветления, золотой. И, конечно же, мы выбираем тогда какой тут у нас. Да, 116. 116, например. Берем 116. Так, это один вариант у нас. Тогда мы с вами расцветлим через фольгу. Не забывайте, через фольгу. Правильный решет, 116. Либо у нас с вами, да, это же первое решение, это у нас, да, то есть снятие, смывка. Мы делаем смывку. Смывка. Или пишу, или смывка. Мы не и-и, а или делаем смывку. Опять же, это у нас первым пунктом. Мы должны проработать сначала полотно, как вы видите. Дальше. Мы в какой-то цвет с вами вышли. Естественно, с помощью красителя вы вышли в более натуральный, в более нейтральный цвет. Потому что, помните, когда мы работаем красками, фон осветления, я вам говорила, всем на своем гид-курсе, фон осветления. Нет, то есть на тренинге у нас после красок более натуральный. То есть, если, например, мы когда обесцвечиваем, у нас фон осветления вот такой вот яркий получается. Вот тогда, когда мы обесцвечиваем. А когда мы осветляем, у нас фон осветления будет такой грязноватый, коричневатый. Там коричневато-медный, коричневато-золотой. Понятно. То есть он будет более спокойный. Он уже будет немного нейтральным. Поэтому, когда вы красите красителями, на выходе будет не такой интенсивный фон осветления, как если после порошка. Поэтому, когда мы работаем после порошка, нам надо закладывать нейтрализаторов больше, чем если мы работаем с вами красителями. Потому что у нас краситель мы с вами уже взяли, который немного нейтрализует это все. Но вы не забывайте, что мы, когда это делаем, нейтрализацию, у нас он не будет холодным. То есть мы с вами не выйдем в 8,1. Дай бог мы выйдем в 8,0 или в 8,03. Это уже просто, ну, не в 8, а в 9, в 8,5 либо в 9. Да? В 0,3 или в 9,0. Это будет вообще просто песня. Тогда вы легко положите 8,1. Будет идеально чистым цветом. Вот. Но когда вы работаете... Ириш, если вы проработаете с фольгой, вы в фольге будете делать 12-м рядом, поверьте мне, у вас поднимается. Краска краску осветляет. Тем более, седьмой уровень. Мы с вами делаем даже мелирование на седьмом уровне. Вы просто не забывайте о том, что мы, когда делаем мелирование, я вам уже говорила, оно никогда не будет холодным. Никогда. Оно просто у вас получится либо золото, либо нейтральный. Поэтому мы тоже этим пользуемся. Тем, кому не нужны холодные цвета, мы можем делать краской мелирование. Да, и будет у нас с вами прекрасно. Будет уже сразу такой идти блик. Да, как будто вы выглядели там на солнце и так далее. То есть реально будет красивый оттенок. Дальше. Значит, либо-либо. Значит, первый пункт мы с вами решили. Да, то есть мы с вами вывели вот эту вот в, например, 8,5. Да, 3. 8,5-3. При смывке вот мы с вами в 9,3 выйдем. В 9,3 выйдем. Например, допустим. При смывке. Вот. Дальше. Второе у нас с вами. Мы должны теперь решить, как же мы закрашиваем седину. Мы с вами уже проговорили, что у нас идет обязательно 6-процентный оксид. Плюс у нас с вами формула должна быть какая? 2 к 1. Две части натурального, одна часть модного. Да, то есть с пигментами. Поэтому, так как у нас с вами восьмерка, мы берем с вами 0,0. Усиленный пигмент. Видите? Усиленный пигмент. Почему? Потому что у нас седины много. Плюс берем. У нас с вами пустой волос. Значит, соответственно, пустой волос. Нам не надо думать о том, что какую-то нейтрализацию сделать. Нам здесь нейтрализовать нечего. Потому что вот здесь 0,0 у нас с вами нейтральный пигмент. Мы с вами берем сразу 8,1 и плюс. Да? Думаем, что же еще сделать? Вы помните, две части. Здесь у нас, значит, идет... Так, если 40 грамм не получается, давайте тогда 45 будет у нас. 30, 15, да? Но смотрите, вот опять же здесь, да? Когда мы говорим 100% седина и бликует по длине волос. Я добавляю 10 грамм. То есть таким образом я усиливаю еще пигменты, добавляю больше. Добавляю 10 грамм с 6% оксидом. И плюс еще что я делаю? Я еще делаю щетинистую смесь. А значит, соответственно, 40 грамм. Здесь я добавляю всего 30. 30 грамм окислителя. Вы сделали щетинистую смесь. Но это еще не все. Соответственно, у нас с вами идет дальше плюс. Так как мы с вами совершенно сделали не холодный цвет. Потому что у нас здесь две части теплого. И всего лишь, да? Одна четвертая часть у нас холодного. Нам надо сделать холодный цвет. Что нам нужно сделать для того, чтобы усилить, насытить наш пигмент? У нас же желание 8,1. Какой мигстон нам надо добавить? Напишите, пожалуйста. И сколько грамм? Мигстон. Нет, я поняла, что мигстон. А какой? И сколько грамм? Так, 0,11, 0,1. Пепел, да? Короче, пепел у нас с вами, правильно? Мы должны с вами добавить пепел, правильно? Сюда. Но мы же помним с вами, что у нас холодные цвета получаются еще тогда, когда что. Так, 2 грамма, да. Я согласна с вами, я добавила бы пепла, 2 грамма. Холодные цвета на выходе получаются еще более холодными, если мы сюда добавляем чуть-чуть чего. Правильно, немножко зеленого. А если, соответственно, мы добавили немножко зеленого, то нам надо добавить немножко фиолетового, да? Там, допустим, полсантиметрика того, полсантиметрика другого. Правильно? То есть получается у нас, здесь вот если мы в граммах с вами говорим, да? Ну, тут вот, смотрите, да, можно с вами добавить 2-3 грамма. 2-3 грамма, так и напишем. 2-3 грамма, чтобы усилить все-таки, да? Да, и фиолетового. И вот здесь у нас с вами 0,5 идет плюс 0,5. Это у нас с вами сантиметрика... А, простите, не так написала. Сейчас, секунду. Фиолетовый плюс зеленый. Это 0,5. 0,5. Но здесь уже в сантиметрах, да? По полсантиметрика добавляете здесь. Для того, чтобы у нас еще получился более холодный. Так? Дальше. Это мы с вами на корне написали. Я здесь, видите, расписала так длинно. Сейчас я вот здесь вот уберу первую часть. Вторая пока еще осталась. И третья. Но третья обязательно нужна. Вы не забывайте. Вы же здесь подсняли цвет? Подсняли, правильно? А здесь это мы с вами нанесли на корне. Но у нас же длина, получается, цвет-то мы там сняли. Мы же еще ничего не красили. Поэтому нам надо с вами на длину красить 8,1. Мы берем с вами, либо какой-то другой цвет, кстати. У нас с вами на выходе получилось 9,3. Помните? Какой нам тогда сразу краситель взять, чтобы у нас на выходе получился 8,1? Напишите мне, какой нам надо краситель. И, соответственно, как вы понимаете, мы здесь используем уже 1,5% оксид. Правильно? Почему 1,5% оксид? Потому что у нас уже светлый волос. Он очень светлый. Нам, в принципе, уже осветлять ничего не надо. У нас с вами чистое полотно получилось. Мы прекрасно можем положить какой-то цвет, чтобы получить 8,61. 8,61. Значит, смотрите сюда. Если мы возьмем 8,61, да, а у вас 9,3. Смотрите, 9,3 у нас пигмента желтого содержится меньше, чем фиолетового 8,61. Добавив 8,60 на 9,3, вы получите на выходе. У вас весь фиолетовый не отработается. Почему? Потому что у вас в девятке содержится меньше желтого пигмента, чем содержится фиолетового в восьмерке. Мы вам... Просто лишь потому, что это разные уровни. Если бы взяли бы 9,61, вы получили бы тогда 9,1. Ну, у нас же с вами 8, правильно. Ох, какие же вы у меня молодцы сегодня. Прям довольны вами. Значит, соответственно, мы с вами берем 8,16. Мы берем не 8,1, а 8,16. Для того, чтобы нам уйти от 6... Трешка нас закроет, перекроет нашим фиолетовым. У нас на выходе останется с вами 8,1. Если вы переживаете... Зато, чтобы у нас не появился еще какой-то желтый, мы с вами антижелтый добавляем сюда. И, кстати, антижелтый вы можете добавить и сюда. Можете? Можем и сюда добавить. Для того, чтобы у нас с вами вот этот зеленый не сработал. Хотя он у нас с вами, видите, он уже не может сработать, потому что мы нейтрализовали. Но просто иногда вот в наших натуральных, да, они иногда замешаны либо на зеленом, либо на синим пигменте. И это тоже вопрос, да. То есть можно у технолога узнать, потому что есть, например, некоторые бренды, у которых вообще натуральный цвет замешан на розовом. Да. Поэтому нужно просто знать, на чем замешан этот натуральный цвет, чтобы у нас не получилось ненужных оттенков. Вот. Поэтому мы с вами вот таким вот образом всегда себя перестраховываем. Добавив антижелтенького на уровне восьмерки у вас, кстати, будет тоже неплохо. Всё. Здесь мы с вами решили задачу. Эта задача понятна. Кто мне эту задачу задал? Давайте я посмотрю. Кто мне эту задачу дал? Не вижу. Ну, не знаю. А, вот задача. А я не знаю, как вас зовут. Вы тут не представились. Напишите мне, пожалуйста, понятно, как мы решили эту задачу. Следующую задачу давайте. Или отдыхаем. Пишите. Я стираю, потому что вы всё здесь уже разобрали. Если есть какие-то вопросы по этой задаче, пишите опять же мы. Я тогда ещё раз постараюсь объяснить, пока я всё не стёрла. Потому что я хочу, чтобы вы понимали, как мы подходим к решению. Что, зачем идёт. Видите, у нас здесь темней, чем здесь. Поэтому для нас это первое задание. Нам надо снять этот цвет. Потому что, видите, желание 8. 8 ровный. Спасибо, Ириш, по поводу стрижек. Я, кстати, там на гид-курсе тоже выложила стрижки, которых в Ютубе нет. Ну, потому что, потому что. Мне тоже хочется жить. Сами понимаете. Поэтому, конечно же, я организовал для этого гид-курс. Поэтому переходите, покупайте там. По фотографии стрижек. Там есть просто фотографии стрижки. И вы для себя тогда выберете, какая вам понравилась. Мне будет очень приятно. Спасибо, всё понятно вам. Отлично. Но тогда вы мне ещё не написали. По поводу мы ещё решаем задачу. Или на сегодня у нас уже всё достаточно. И мы встретимся ещё разочек. Я, кстати, в отпуск ухожу с 1 июля на 2 недели. Это кто вот не знает. От меня будет затишье. Но я постараюсь встретиться ещё раз с вами до отпуска. Хотя у меня там немножко загруженное время. Но какой-то найду. Отлично. Да, спасибо вам всем. Я тогда, как всегда, вас люблю. Вы знаете об этом. Поэтому я здесь с вами, занимаюсь с вами. Потому что я хочу, чтобы вы были супер. Вы, я считаю, и так супер. Вы делаете достаточно большой труд. Как правило, колористика – это очень сложная наука. Это сложно и не только колористика, но и стрижки. И всё это действительно очень сложно. Я считаю, что вы просто герои. Работать с людьми – это в 10 раз ответственность больше, чем просто сидеть и перебирать бумажки. Хотя, смотря какие бумажки, на какие деньги. Поэтому я очень рада, что вы со мной. Я думаю, что у вас всё получится. И, как всегда, пишите мне. Я отвечаю. Естественно, могу не сразу ответить, но, в принципе, отвечаю. Всем. Стараюсь никого не обидеть. Всё. Всем до встречи. Пишите вопросы. Общайтесь со мной. Ставьте лайки, как всегда. Всё. Подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok